Тренировка сегодня у нас равномерная, на пульсе 120-130, никто большой пульс не поднимает, но отработка, подъемов и спусков. Наставления тренера в этом виде спорта необходимо соблюдать обязательно. Занятие маунтинбайком для настоящих смельчаков и экстремалов. В Барвихинской спортивной школе занимается больше 30 таких ребят. В разных возрастных категориях они поэтапно осваивают этот сложный вид велоспорта. Просто катаются, технику изучают, небольшие спуски, подъемы, и маленькие-маленькие трамплины. С возрастом трамплины мы увеличиваем, большие, и горки большие, и спуски опасные. Крутые подъемы и спуски по мокрому бездорожью на двухколесном транспорте ребята преодолевают с легкостью. Но это результат большого труда и внутренней работы. Главное – выполнять наставления тренера и уметь побороть страх. Каждая трасса сначала неизвестная, но очень страшная. Особенно, когда в этом году приехал первый раз на всероссийские соревнования. Там уровень трасс намного выше, чем у нас на области. В горах, где большие камни, большие трамплины, сначала все кажется страшным, но когда кто-то перед тобой уже опытный это проезжает, смотришь, как где притормозить, ускориться. И это помогает побороть страх. Никита Рыжанков уже 8 лет занимается маутинбайком. За его плечами серьезные соревнования. Своим двухколесным конем управляет с легкостью, но для этого одной физподготовки недостаточно. На трассе нужно включать голову. Развивается мышление, когда нужно где-то придумать, где обогнать, где ускориться, чтобы отъехать от соперника. Свою любимую трассу в Барвихе спортсмены считают идеальной для такого вида спорта. Не прекращаются тренировки и зимой. Катаются на лыжах, занимаются в помещении на специальных тренажерах. Велосипеды, форма, спорт, инвентарь – дело затратное. Один из родителей нашел необычное решение и сам смастерил три тренажера из простых материалов. Профиля от мебели алюминиевые, ролики от водяных труб больших, демодиаметров просто. И все. Ну и станок. Ну и умения еще. Сейчас ребята с тренером готовятся к новым соревнованиям и к проведению масштабного мероприятия. Восьмого этапа соревнований «Золотые колеса», которые пройдут на трассе в Одинцовском парке культуры спорта и отдыха в конце октября. Полина Бахова, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».